Мы говорили, что мы примерно от 25 до 40 минут слушаем доклад, потом, видимо, обсуждение короткое, потом мы сделаем просто объявление, что у нас будет по возобновлению занятий в конце августа-начале сентября. Так что сейчас я вам предоставляю слово. Вы о книге скажете с самого начала? С самого начала может быть. Хорошо. Да, пожалуйста. Я хочу начать с того, чтобы благодарить всех, кто сделал эту встречу возможной. Это для меня большая честь и удовольствие. Сначала хочу с гордостью показать книгу, над которой я работал 15 лет с лишним. The House in Russian Literature, a Metho-Poetic Exploration. Дома в русской литературе, мифологическая. В этой книге я развиваю идею, что вокруг дома существует миф. Миф в смысле как большого рассказа человечества и каждого человека в отдельности. Это тот материал, который можно найти в любой литературе. И на фоне общечеловеческих и антропологических идей, представлений, идеалов и ценностей развивается в любой литературе своя идея, свое отношение к дому. Значит, исследуя миф дома в русской литературе, мне кажется, что я увидел, нашел и по возможностям проанализировал типично русские реакции на идею дома в течение истории литературы. И, в принципе, на основе этой теории о доме литературы можно проанализировать любую другую литературу. В эту книгу вошли главы о русской литературе 19-20 века, начиная с указанием, ссылка на домостроено, в принципе, от Пушкина до Маканина «Underground». Это роман 99-го года, и на том я закончил свою работу. Я надеюсь, что я успел выбрать представительный выбор русских авторов и сочинений. То, о чем я буду говорить в своем докладе, это можно видеть как главу, которая не вошла в мою книгу. Я решил не трактовать иммигрантов, кроме Бунина. Отношение к дому для иммигранта – это, естественно, особая статья. Это заслуживал бы другой книги, но это не будет моей книги. Это слишком большая работа. Так, тема моего доклада – поэтика, мироустройство и функция дома Марины Цветаевой на примере ее поэмы «Лестницы». Поэму «Лестницы» она написала в 1926 году. В ней она развивает собственный поэтический образ мира, который она обосновывает также на общих антропологических и космологических представлениях. В этом тексте Цветаева объединяет очевидно автобиографическое с традиционными мифологическими материалами из греческой античности и с такими архаичными концептами мироздания, как космос, ад, рай, а особенно с представлениями о доме, который здесь функционирует как центральная модель и образ мира. Можно заключить, что в этой поэме воссоздаются своего рода космология и вариант прометийского мифа. Дом в литературе представляет собой тематическую и образную область очень широкого антропологического, мифологического и мифопоэтического значения. Одновременно, однако, топос дома или миф дома может придать структуру самым личным и сокровенным переживаниям и обеспечить ориентир в мире. Кроме того, можно ожидать, что для эмигранта образ дома имеет особую значимость, причем именно его архаические признаки, как безопасность, защита, непрерывность, надежность и идентитет. Они именно подвергаются сомнению или находятся прямо под угрозой в жизни эмигранта. В этом анализе я исследую, как лестница и образ дома, в который она входит, функционируют в этой поэме как жизненные метафоры, как модель человеческого общения и в жанровом смысле, как аллегория жизни в эмиграции, в конфронтации с нищетой, разобщенностью, хотя, в конце концов, не без некоторой надежды. Разумеется, что из изумительного богатства тематических связей поэмы и лестницей я могу здесь привести лишь самые доминантные мотивы и признаки. Жанровое обозначение поэма претендует на крупномасштабный эпический лирический охват и примыкает к классическим и раннемодернистским традициям. Также в русском модернизме и в поэзии советского периода поэма функционировала как лирически-эпическая или эпически-лирическая крупная поэтическая форма, в которой типично объединялись личные и исторические материалы под индивидуально апеллирующим или монументально-героическим тоном, например, у Блока, Маяковского, Хлебникова, Ахматовой, Пастернака, Твардовского. Другой признак поэмы как жанровой формы состоит в том, что она позволяет разработку мировых моделей и картин мира, как в эпическом, так и в космологическом и мифологическом смыслах. И на основе этого она может еще и принять и дидактическую установку. Эти признаки также представлены в поэме Цветаевой. Хотя многое в этом тексте носит сугубо идиосинкратический, ассоциативный и несистематический характер, но этот разнородный материал в значительной мере парадигматизируется и интегрируется на уровне словесно-синтаксических приемов и лейтмотивов. Лирическую ответственную инстанцию можно идентифицировать стилистически, модально и эмоционально, но она не манифестируется как лирическое эго на текстовой поверхности. Тематическое развитие поэмы прежде всего происходит ассоциативно и часто лишь непосредственно или имплититно мотивируется тематикой лестницей и дома. Я постараюсь показать и сконструировать связанную с этими ключевыми мотивами модель мира в тексте, исходя из тезиса, что любая модель мира и происходящие из нее конкретные картины мира в принципе и буквально имеют всеохватывающий характер. Это значит, что в этой поэме Цветаевой следует рассматривать то последствий дома как миросозидающую и космологическую метафору. Поэтика Цветаевой вообще и в этом случае дает повод для такого подхода, поскольку развитие ее поэтических мотивов последовательно базирует на параномазиях, поэтических этемологиях и реализованных метафорах. Значит, в своей поэтике она принципиально исходит из самого языка. Поэма состоит из восьми частей разной длины и разного стихосложения и с разными метрами и ритмическими характеристиками. По содержанию части поэмы между собой связаны тематически-парадигматическими повторениями на лексических и синтаксических уровнях, припевами и рифмами. Все это лежит в основе связности поэмы как поэтического целого под единой картиной мира. На этих же явлениях и держится иконическая функция некоторых формальных аспектов по отношению к тематическим доминантам. Так, например, в начале первой, самой длинной части, построенной из терцин и четверостиши, первые три терцины состоят из двустопных амфибрахи. Они так оркестрированы, что их только можно читать как звуковая иконизация, подъема или спуска вниз по лестнице. Между этими не различить по стихосложению. Эти стихи, каждый с двустопными амфибрахиями, таким образом маркируют буквально ступенчатый лестничий ритм и бинарное повторение двух вступающих ног. Первая цитата. Короткая ласка на лестнице тряской, короткая краска, лица под замазкой, короткая сказка, ни завтра не здравствуй, короткая схватка, на лестнице шаткой, на лестнице падкой. В этой стиховой и строфической форме и содержится имплицитная доминантность вертикального измерения поэмы, которую я буду прослеживать в ее дальнейших мотивных соотношениях и развитиях. Лестница уже в начальных терцинах указывается как мотив и локус связи и общения, хотя это общение не обязательно удачно или положительно, как мы видели с первой цитаты. Короткая ласка на лестнице тряской, короткая сказка, ни завтра не здравствуй. В третьей терцине даже говорится о схватке вместо встречи между соседями, и сама лестница представляется как ненадежной, на лестнице тряской, шаткой, падкой. Как оказывается, потом речь идет о черной лестнице, не о парадной, значит, о самой неприглядной и нечистой части дома, где, однако, многое и не скрывается. В психоаналитическом смысле она поэтому ближе всего к несознательному. В трех последующих страфах домашняя тема эксплицитно выводится, но в нескольких стихах дается и комментируется как можно более негативный образ дома, образ своего рода антидома с негативной, вниз ведущей вертикальностью. Вызываются общие подавленность, опало, разобщенность, чувства, которые на самом деле даже несовместимы с самой жизнью. Вторая цитата. В доме, где по ночам не спят, каждая лестница, водопад, в ад. С тезою листков капустных точно лестница вся из спусков. Точно больше, что жить, жить, жечь, расставаний на ней, чем встреч. И так в доме, где по ночам не спят, каждая лестница ведет в ад путем капустных листков с оксиумеронным в конфронтации между возвышенной стезою и банальными овощными отбросами. В таких домах кажется, что лестницы ведут только вниз. Там люди больше прощаются, чем здороваются. Там в полном соответствии с бытием в аду жить равняется жечь по такой типичной для цвета и поэтической этимологии. На самом деле получается что-то вроде полярно-негативный инвентарь рутин и ценностей домашнего мифа. Речь дальше идет о коротких встречах, для которых лестница дает повод, и о запретных отношениях. Третья цитата. От грешного грешной, на лестнице спешной, хлеб нежности внешней. Есть намеки на темы повседневной жизни в широком смысле. Жизнь оказывается здесь тяжела, полна неумолимостей, грязи, нечувствительности и торопливости. В большинстве истров этот тематический круг каким-нибудь образом трактуется и комментируется. Эта первая часть поэмы пропитана идеей жизни в смысле выживания, напряжениями, возможными и реальными угрозами, которые якобы тяготеют к этой винтовой лестнице. И это, впрочем, явно выражается иконически в последовательности картин. Итак, терцины первой части являются иконическим представлением смысла и лестничной темой, и в то же время носят поэтическое продвижение, круговой ход, так сказать, по виткам тематики поэмы. Особенно в терминах бросаются в глаза повторой сильным парадигматизирующим эффектом. Таким образом, в стиховой синтагме реализуется парадигма лестничного мира и его модальностей. Сравните четвертую цитату, там примеры из разных строф на лестнице. Тряской, шаткой, падкой, чуткой, гудкой, спешной, щипкой, сыпкой, шлепкой, хлопкой, каткой, хлипкой, плевкой. Сильная инвариантность в этих строфах, кроме упоминания лестницей, состоит еще и в сочетании разных движений повторного характера и звуков, вызываемых продвижением по лестнице и выражаемых в них оценок. Эта связь между лестничным пространством, поведением жителей и оценками мотивирует интерпретацию лестницы метафорически, аллегорически, как лестницей жизни. Сверх того, структура спиральной лестницы тогда получает возможный смысл цикличного времени. Эта цикличность найдет поддержку дальше в поэме, когда речь пойдет о чередовании дня и ночи. Подобную парадигматику лестничной жизни вызывает употребление глагола «торопиться» в контексте деятельности жителей дома. «Торопятся здесь не сами жители, кажется, а метанимические объекты, вещи их деятельностей». Пятая цитата. «Торопится папка, торопится кепка, торопится скрипка». Во второй половине первой части этим образом тематизируется время, и вместе с ним возникает и возможность с сюжетной перспективой на данный тематический материал. Другими словами, день торопится к своему концу. Наступает ночь. Например, в шестой цитате «Последняя папка, последняя кепка, последняя скрипка, последняя сбежка по лестнице дрожкой, последняя кошка». «Фактический переход к ночи во второй части поэмы готовится с помощью подобного параллелизма и маркируется двумя ломанными строфами». Седьмая цитата. «И у нашей лестницы есть свой час тишины, и у черной лестницы есть свой час чистоты». В первой части поэмы амфибрахии с их иконической функцией чередует с четверостишиями, неметрическими, с рифмами или полурифмами. Во всей первой части можно установить функциональное распределение. Терциной тематическо прямо связаны с лестницей и развивают дальше ее парадигматику. В четверостишиях, хотя они также связаны с топосом лестницы дома, скорее всего, даются комментарии и вводятся другие свободные мотивы. Это мотивы разнородного и часто идиосинкратического характера. Что их прежде всего объединяет, это во всяком случае особое эмоциональное и моральное напряжение, которое, несомненно, вызвано тяжелой и требовательной жизнью в этом доме для поэта. Кроме того, многое в этих четверостишах подводится под космологические и мифологические слои поэмы. Терциной ограничивается первой частью поэмы. Другие части поэма почти все состоят из четверостиши с одинаковой структурой. Речь уже шла о вертикальном измерении лестницы в первой части с негативным признаком вниз. На вертикальность вверх, как спиритуальный ориентир, намекается в первой части через библейское представление лестницы Якова, которое связывает землю с небом и с небесным домом. Здесь явная ирония, поскольку в этом конкретном доме готовят пищу от подвала до крыши. И на лестнице сразу заметна эта вертикальность в неизбежной, как говорится там, гамме запахов, которая, в свою очередь, дала повод для музыкально-синестетической аналогии с музыкальной гаммой. Восьмая цитата. Гамма запахов от подвала до крыши стряпают. Рэми фасоль си гамма запахов затыкай носы. Потом эксплицитно утверждается, что это железная винтовая лестница, которая, как раскаленная железная стружка, ведет вниз в ад. Девятый цитат. Точно в аду в вита раскалена винта железная стружка. Вертикальность доминирует в лесничном мире, но она амбивалентная и расстраивающая измерения, как доказывают и другие строфы. Первая часть поэмы кончается космологической проекцией в строфе, которая дает вид на двор и ночное небо и связывает лестницу со звездами и с крещением Христа. Десятая цитата. Над двором узорно, вон крест, вон гроздь, и у черной лестницы карта звезд. Эта, конечно, строфа первой части предвосхищает вторую и последующие части, которые связаны между собой некоторыми явными лейтмотивами. Мотив ночи, мотив вещей или, скорее, восстания вещей, и связанный с ними мотив нищеты. Тематика тяжелого быта продолжается и под измененным знаком, потому что различие отграничения между днем и ночью теперь становится основным космологическим элементом в развитии значения и тематической мотивировки поэмы. При всей тематической разнородности остальных частей поэмы, тем не менее, в них лестница и через нее и дом образует общую основу моделей мира. Как мы увидели, в первой части возможно было идентифицировать терцинную структуру как принцип организации и мотивировки жизни вокруг лестницы, в то время как остальные части большей частью состоят из четверостиши с другими ритмическими признаками. Принцип ассоциативной последовательности тематического материала остается константой, но в этих частях мотивировка отличается от первой части. На мой взгляд, поэма учит следующее. Человеческие деятельности, как мы видели в первой части, принадлежат дню. Ночная сторона жизни имеет свою логику, и она принадлежит в первую очередь вещам, то есть носителям и жертвам этих действий. Во-вторых, ночь принадлежит мыслям и фантазиям о вещах. В этих ночных частях поэмы центральную роль играют мифические и космологические мотивы. Начальная страфа второй части объявляет роль вещей. Одиннадцатая цитата. Ночь. Как бы высказать? Ночь. Вещи. Исповедь. Ночь. Просить искренности. Вещь хочет высказаться. Вторая часть состоит из одиннадцати четверостиши и посвящена дому, двору и вещам в ночи. Эта часть постепенно показывает, как вещи восстают против злоупотребления ими и природы со стороны человека. Сверх того, вещи показываются под знаком ложности, упадка, ломки. Как раз ломка в этой ночной части подчеркнуто иконизируется в мотивах, в метафорике и в буквальных ломках в лексике. Двенадцатая цитата. Ложь вижу выломанной Прямою линию Сткло Сплок бережный Песок есмь Вдребезги Стихи Пощечина Сткло Впы Песочную Эта ломанность должна кончиться И все опять должно быть целым Вернуться в свое первозданное состояние Каким его имела в виду природа Тринадцатая цитата Прочь ложь и ломанность Тю-фяк Солома есмь Мат-рас Есмь водоросл Все Вся природа Есмь В ночи вещи говорят за себя и защищают свои интересы Они чувствуют себя связанными со своим началом, со своим лоном И сопротивляются человеческой власти, человеческому вмешательству Четырнадцать цитата Гвоздь Кафель Стружкали Вещь Лона Чувствует С ремесл Пародиями Вспор Мощь Прародинная Здесь же и вводится основной культурный концепт огня И вместе с ним и мотивный комплекс очага и дома Огонь возвращается ледь мотивом в последующих частях В частях три по семь Первоначально скрытый в угле Огонь опять встает, как бог Это мифема, которая также стояла в центре Замятинского рассказа Пещера в форме бога печки Пятнадцатая цитата Огонь в куче угольной Был бог и буду им Несмотря на иронический эффект торжественных архаизмов Сткло, лоно, есим, огонь Здесь дается в принципе анимистическая и мифическая модель мира Которая типологически близка мифам мироздания Поэма так представляет собой особое поэтическое восстановление Мифа о потере первым человеком своей невинности И, пожалуй, об изгнании его из рая Виноваты в этом его ложные обращения с вещами И его техническая культура Этим открывается третья часть поэмы От имени человека Гомофабер То есть от имени нас С нашими заводами и нашей промышленностью Нам задается вопрос Что мы сделали с раем, который нам был вверен И с вещами, которые вверялись нам С природой с первым днем 16 Мы с ремеслами, мы с заводами Что мы сделали с раем, отданным нам Нож первый и первый лом Что мы сделали с первым днем С нашей техникой, с нашим разумом и нашим искусством Мы несем ответственность перед вещами Которые мы терзали 4 Растянув на одре по крустовам вещи Во имя нашего бездушного стремления к пользе Дальше в третьей части Описывается мщение олицетворенных вещей 17 цитата В пустоту не летит с постройки камень Навыки таковы Камень требует головы Человек старается застраховаться От таких бедствий Огонь представляет собой Главную опасность для человека Его самого ценного имущества То есть корабля И, конечно, дома Это представляется здесь в классических мифических рамках Причем вину за беды приписывается древнегреческим богам 18 цитата Это ты, тростник-то, мыслящий, бильярдникий Застрахованность от стихий От гефеста со всем, что в одном дом А яхту от позидона Оцените и мысль, и жест Застрахованность от божеств От всех в одном От зевеса страхуют дом В начальных страфах четвертой части поэмы Вещи сочетаются с идеей нищеты Через метонимии 19 цитата Вещи бедных Кости да кожа Вовсе мясо, только тоска Вещи бедных точно из бока Взял да вырезал из груди Здесь на самом деле утверждается Что бедные люди не отличаются от своего скудного скарба Что их имущество даже взято из них самих Вещи бедных точно из бока Что человек, как Адам, весь сам из праха Четвертая часть во многих отношениях Самая загадочная часть всей поэмы И по своей ассоциативной свободе Напоминает типично модернистский Когнитивный модус потока сознания Или сна Однако эти строфы Объединяет общая установка Метонимического созерцания И обсуждения вещей и людей В их вещественности и взаимных отношениях В терминах мифопоэтики можно сказать Что здесь происхождение человека Основывается в его самых простых И непосредственных многих отношениях к вещам Вернее, его вещам В этих строфах сочетаются такие вещи Как нищеты, робкая мебель И чердак, где живет поэт Как самая бедная и даже бесчестная часть дома Эта связь между чердаком и бедностью Конечно, имеет традиции Уже в русской литературе Начиная с физиологической школой Одновременно, однако, вещи Из-за своего существования Оказываются зависимыми от взгляда От восприятия И, значит, творчества поэта Напрашивается интерпретация Будто ее женский глаз оживляет вещи И так здесь имеется глубокая Метонимическая и метафизическая связанность В нищете между человеком и его вещами Включая его дома И, в конце концов, взгляд на человека Как на вещь В пятой части маркируется вертикальность В образе поднимающегося вверх дыма Высь, ввысь, дым этот легкий Дым, который ассоциативно примыкает В конечной страфе четвертой части Речь идет, между прочим, о чистоте О столе, о спальных работе Значит, о таких мотивах, которые как-нибудь Соотносятся с парадигматикой И с прагматикой домашней жизни В шестой части путем параномазии Устанавливается связь между вещами И нищетой с одной стороны А домом и огнем с другой Утверждается, что слова вещь и бедность Потом также вещь и нищь Плохо терпят друг друга и конфликтуют В седьмой предпоследней части поэмы Мотив огня возобновляется и связивается Большей частью положительными воспоминаниями О русском деревенском мире Очевидно, ссылаясь на детство поэта Путем повторных фольклорных и пастуральными намеками Здесь вызывается своего рода локус аммонус Хотя и не без амбивалентных тонов В этой части огонь оценивается Как отрицательно, так и положительно Двадцатая цитата Связь, звучание парное Чёрное, пожарное У огня на жаловании Жизнь живёт пожарами Напротив Печь прочного образца Протопится крепостца Здесь, несмотря на упомянутые амбивалентные тона Проступает образ дома Как положительного архетипа И как центра гармонических отношений Между культурой и природой В этом идеальном доме Огонь не представляет собой угрозы Уничтожения Пепелище в ночи А наоборот Приручённую силу Которая доставляет теплоту через печь Это можно интерпретировать Как рефлексию мифа Прометия И происхождение культуры Кроме того, дом здесь связывается с днём Утренним светом И хорошей погодой Все тучки поразнесло Против ночи Хаоса Угрозы Красивый утренний свет Дальше ассоциируется с свободой И расширением против ночной удущицы Последняя страфа седьмой части Посвящённая положительному образу дому То есть мифу дома Опять тематизирует сон С помощью коллективного Метанимического образа лестницей Которая объединяет спящих в доме Одновременно в ней Вызывается космическая сцена В которой гармонически Сочетаются оба полюса вертикальни Раньше они были отрицательно отмечены Здесь сочетаются в образе Поднимающихся и спускающихся радуг Двадцать первая цитата А по лестнице Жарко спящими Восходящие Нисходящие Радуги Этим образом Лестница и дом Оказываются Включёнными в космическую гармонию Эта страфа Этими предвосхищает Восьмую Последнюю часть Которая состоит Из одной страфы Шести строк Двадцать вторая цитата Утро Спутала перья Птичи Моё Невьема Первое утро Первою дверью Хлопает Спит поэма Поэма кончается Словами Спит поэма Как вы увидели Уже в начале поэмы Сон жителей Был отмечен Как важное качество Для дома Цитирую ещё раз Двадцать третье В доме, где по ночам не спят Каждая лестни в водопад В ад Итак, в этой доме Поэта-эмигранта Цветаевой Существенным качеством Хорошего дома Выдвигаются На первый план Сон Отдых И покой В последней Закругляющей Страфе Опять поднимается Подкрепляющая Жизнеутвердающая Сила сна Сон связывается Поразительно Не с ночью А с утренним светом Нового Первого дня То есть Имплититно С сотворением Мира Кроме того Здесь Имплититно Вводится Ещё другой Важный Архетипический Мотив Через Утро спутало Перья Птичье Моё Невема Интерпретировать Это, наверное, Можно на разных Смысловых Уровнях Сон Исключительно Важный Утешителен Обещающий Покой И забытьё Именно Для бездомного Человека Или Эмигранта Постоянно Угрожаемого В надёжности Своего Жилья И поэтому Из своего Идентитета На практическом Уровне Смысл Тогда В том Что после Бессонной Ночи С утром Приходит И долгожданный Сон Фраза Спит Поэма Тогда Имплицирует Спит Поэт Перья Тогда Подушки А на Мифологическом Уровне Перья И птичья Открывает Возможность Архетипической Смысловой связи Дома Гнезда Несмотря На явный Элемент Путаницы Спутала Птичья Мою Тем не менее В конце Поэмы Главные Мотивы Связываются В одну Реализованную Метонимию Под знаком Того Что я Называю Мифом Дома Устанавливается Смысловая Связь Между Домом Лестницей Поэтом И Творчеством Поэмом Поэмой И Миром Многое В поэтике Поэта Как Цветаева Остается Имплицитным Или Скорее Она Изобилиет Возможными Намеками И Смысловыми Разветвлениями Может быть Окончательная Страфа Допускает Еще Интерпретацию Этого Желаемого Окончательного Сна Поэта И Как Ироническую Ссылку На окончание Лермонтовска Выхожу Один На дорогу Спасибо Спасибо Первый период До эмиграции Как он Подготавливает То что вы Говорите А второе Как начинается В эмиграции Еще до Этой Поэмы Значит Первое Мне кажется Очень интересное Стихотворение Верстах Где Вводится Вот этот мотив Не сна Кто спит По ночам Никто не спит Ребенок В люльке Своей Кричит Кто молод Смилую Говорит Старик Над смертью Своей Сидит И так далее То есть Она Распределяет Людей По разным Категориям Не сна Но совершенно Таким Бессонница Понятным Да Почему В каждом В каждом Возрасте Человек Не спит Младенец Взрослый Старик Но Общая идея Это Общий Не сон То есть Идея В доме Где по ночам Не спят Она Возникает Давно Хотя Тогда В это Время Она Дает Этому Довольно Обыденное Объяснение Это Совсем Не космическая Картина Это Это Вообще Очень Интересная Проблема Как Она В позднейшей Такой Отчасти Сюрреалистической Сверхавангардной Поэзии Реализовала Мотивы Мотивы Которые Были У нее Давно Потому Что Сам Мотив Дома Где Нескал Он Безусловно Доварищ Но Она Его Преобразует Совершенно По-новому И Это В нескольких Стехотворениях Перст То есть Эта тема Ее Несомненно Занимает И Волнует В это Время А Дальше Период Просто Катастрофы Начала Эмиграции Это Отсутствие Дома Я думаю Что Пик Этого Это Поэма Конца Как Во многих Отношениях Это Верх Катастрофизма Вы помните Там Эта тема Дома Возникает В начале Но Никакого Дома Заблудшего Баловня Вопль Домой Дитя Годовалое Да И мой И так далее То есть Дом Начинает Этимологизировать В духе Хлебниковского Авангарда Да Мой Да И мой И так далее Но Но главное Что дома нет Но никакого Дома нет Есть В четырех Шагах Дом На горе Не вышел Дом Наверху Горы Окно Под Самой Крышу Не от Одной Зари Горящее Это Это Переиначено Начало Блоковского Стехотворения Эскармен На небе Это Это Не дом Блока Это Хорошо Знает Цвета Потому что Это Видно Из Всего Цикла Это Дом Где Живет Дальмаз И В Который Вообще Говоря Блоку Закрыт Закрыта Дорога То есть Но Никакого Дома Есть Четырех Шагах А Дальше Блоковский Дом Где Это Окно Горящее Дальмаз Окно Которое Закрыто Для Поэта То есть Она Переиначивает Образ Несуществующего Дома У Блока Но Дом Который Так Только Введение Возникает Но У нее Уже Вообще Никакого Дома Нет И На этом Собственно Строится Вся Безгероя Потому что Вся Прага Все Мосты Праги Это Все Замена Дома Которого На самом деле Нет Отсюда А вот Я думаю Что Разобранная Вами Поэма Это Как бы Третья Часть То есть Если Первая Часть Это Бессонный Дом Но Вполне Реальный Дом Он Есть Но В нем Только Не Спят Дальше Катастрофы В жизни Во все Лучше В ее Жизни Никакого Дома Нет Все Обрывается Остаются Только Воспоминания Об этом Несуществующем Доме В символистской Поэзии А Следующий Как бы Третье Это Синтез Да Если Первые Два Это Утверждение Ответания Здесь Все-таки Синтез Синтез Который Я думаю Вы Хорошо Показали Что В конце Мифопоэтический Синтез Конечно Для меня На фоне Всех Наших Многочисленных Этимологических Изысканий Все-таки Очень Интересна Ваша 15 Ссылка Огонь В куче Угольный Был Бог И Буду Им Интересно Из Славянского Огня Знаете Что Славянский Огонь Несколько Отличается От Многих Других Индоевропейских Традиций Я Позволю Минутку Ваше Внимание Занять Лингвистические Проблемы Поскольку Она Очень Интересная Есть Статья Антуана Меги Гениального Индоевропейста В его Сборнике Индоевропейская Общая Лингвистика Он Высказал Предположение Что У Индоевропейцев Было Два Огня И два Названия Огня Одно Название Огня Которое Вы Хорошо Знаете Из Греческого Пюр Авто И это Этим Этимологически То Что Английское Фаер Немецкое Фоер Наши Фаерверки И так далее В большинстве Индоевропейских Языков Включая Балтийский Языки Прусский Есть Это Слово Очень Старое Про него Много Известно Я им Довольно Много Занимался Моя Гипотеза Знаете Какая Что Это Слово Это Херская Пахур Оно По Происхождению Может Быть От Корня Который Херском Пахс А в русском Веке Пости Это Хранимый Огонь Огонь Который Один Раз Производят Ну Это Примерно Типа Олимпийского Огня Который До Нас Дошел То Прирученный Да Это Огонь Который Мы Не Производим Каждый Раз А он У нас Хранится Он Внутри Культура А Другой Огонь Помни Это Огонь Разрушитель Первый Огонь Среднего Рода А это Огонь Одушевленного Рода Ну В славянских Казаках Мужского И Это Царь Огонь Мы С Топоровым Описывая Этот Славянский Огонь Цитируем Русскую Сказку Из Афанасьева Там Рассказывается Про Царь Огонь Что он Сжигает Разные Стада Животных Он Настолько Разрушительный Что он Сжигает Самое Главное Что у нас Скотоводов Славян Есть Он Сжигает Стада Очень Страшный Огонь Огонь Пожаров Это Вот этот Страшный Огонь И Все Таки Это Именно Огонь О Славян И Цветаева Когда Она Воскрешает Мифопоэтический Образ Это Вот Не Этот Пассивный Греческо Германский А Это Именно Собственно Славянский Огонь Что Мне Кажется Интересно Конечно Очень Интересно То Что Вы В конце Разбираете Относительно Того Как Она Потом Это Все Связывает С Радугой Потому Что В Радуге Возможно Я Не Настаиваю На Этому Но В Радуге Возможно Скрыто Противопоставление Адов Если Это Спуск Ват То Это И Подъем Рай Дуге Потому Что Радуга Это Рай Дуга Это Та Дуга Которая Получается Наверху Если Есть Трехчастная Картина Мироздания То Наверху Рай И Дуга Которая Образуется Радугой Это Рай Дуга Это Райская Дуга Так Что Видимо Здесь Есть Это Скрытая Игра Так Что В Этому Отношение Я думаю Очень Интересны Сами Языковые Образы Которые Спасибо Вам Пожалуйста Какие Значения Учитывать Интересны Да Я не помню К сожалению Написание Это Стихотворение Но там Тоже Обыгрывается Вот Дома И Огня Может Кто-то Лучше Меня Помнит Вот Опять Окно Где Опять Не Спят Муж Да Заканчивается Помолись Дружок Да Первый Строфей В каждом Доме Друг Есть Окно Такое Да Где Не Спят А В конце Помолись Дружок Задача Я За окно С огнем Это Тоже Это Собственно Эта Часть Собственно Вот Такой Ну Что Леди Логия Я Не Стал Просто Дальше Цитирует Но Это Верстах Как бы Развитие Этой Темы Я Думаю Они Оба Сакральные Потому Что В Херских Текстах Этот Пахур Может Иметь Детерминатив Бога Огня А Вот Этот Разрушительный Огонь Он Тоже В Херских Текстах Переводится Иногда Мисаботамским Именем Разрушительного Бога Но Это Огни Которые Один Из Главных Богов Регведя Которому Поклонялись Есть Много Гимнов Между Прочем Идея Анаграм Поэтических Которые Высказаны Сосюром Она Высказана Им Была Как раз По ходу Гимнов Огни Потому Что В Гимнах Огни Очень Хорошо Видно Что Там Эти Слова Гн И так Далее Именно Мифопоэтическая Индоевропейская Традиция В большой Степени Связана С этим Образом Разрушительного Огня Интересно Что Разрушительного Огня У меня Есть Подозрение Что Есть Некоторое Членение Между Индоевропейскими Диоректами То есть Славяне Как-то Отходят К той Группе Которая Больше Всего Поклонялась Разрушительному Огню А другие Сохранили Этот Олимпийский Огонь Именно Греческий Он Пассивный Огонь Именно Прометейский Огонь Прометейский Огонь Конечно Тот Огонь Который Мы Пытались Украсть У богов И за Это Наказанный Красный Отпустить Красного Петуха Это Литературная Какая Традиция Или Имеет Корни Исторический Не берусь Сказать Я думаю Что сам по себе Красный петух Конечно Выглядит Как очень Старый Образ Так Ну Даранее Можно Сказать Да Но Дальше Нужно Заниматься Древнерусской Символикой Птиц И цветов Но По виду Это Старый Образ Это По наружности Даже Потому что Петух Имеет Конечно Красный Элемент То есть Очень Интересно Использование Этого Потом В период Перецветаевой В Символистской Поэзии Вы Помните Это Знаменитое Стихотворение Из которого Потом Исходит Блок Гиппиус Ночь Глуха Ночь Не может Понимать Петуха Ночь Противопоставлена Петуху Собственно Как здесь То есть Петух Это символ Утро Символ Следующего За утром Огня А У блока Есть Строчка Которую Анна Андреевна Ахматова Не раз Называла Лучшей Строчкой В русской Поэзии Это интересно Потому что У Ахматовой Было Противоречивое Отношение К Блоку Об одной Строчке Она считала Что это Лучшая Строчка Во всей Русской Поэзии Из страны Блаженной Незнакомой Дальней Слышно Пение Петуха Это Описание Этой Страшной Ночи Командорской Когда происходит Все Ужасное Но где-то Есть Другой Мир В котором Поет Петух Понятно Ну а поет Петух Это значит Он разгоняет Нечествую силу Демонов Пение Петуха Это Знак Того Что Кончается Царство Нечествой Силы Трижды Кричит Ты имел ввиду Что как раз Красный петух Пустить Красного петуха Как раз Уничтожение Это уничтожающий Огонь Точно Да Да Безусловно Так Как вам кажется Вещи Бедных Которые Жалко Да И вещи Богатых Которые Очень Мстительные И опасные И Представляют Угрозу Это вещи Из одного Дома То есть Это Обозначение Богатых И Бедных Квартир В одном Доме Или Это Весь Бедный Дом Не думаю Что Можно Различить Между Ними В Этой Поэме И Это Как Это Эксистенциальная Бедность Где Человек Редусируется На Материальность По Моему Наверное Все-таки Листки Капустные Указывают На То Что Небогатые Конечно Иммигранты Это Черная 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 Лестница Где Все-таки Следы Такой Да Даже Если Живут И Не Очень Бедные Люди То Изнанка Их Жизни Видна Небогатые Небогатые Их Их Мало Они Все На Пересчет Они С Хозяином В Очень Тесной Связи Фактически Они С Расси Да И Это Не Те Вещи Которые Мстят А До Этого Идет Страшное Описание Вещей Которые Мстят Человеку За то Что Он Сделал Что-то С первым Днем Нехорошее Когда Ломается Стул Когда Веревка Вешает Когда Лестницу Кидает Камень На голову Но Стол И Веревку Тоже Вещи Веревка Это Не Вещи Вогатые Ну Вот Я Сначала Я Просто Это Вопрос На Вопрос Да Я Понимаю Да Я Идею Что Именно Если У Человека Нет Ничего Кроме Последних Его Приборов И Одежды Тогда Он Редуцируется До Самой Материальности Нет Никаких Иллюзий Что Есть Еще Что Духовное Или Что Может Напоказ Ничего Не Остается Напоказ Лишь Материальное Нечего Скрывать У Есть Такое Впечатление Меня Немножко Пугает Вообще Риторическая Часть Противопоставления Бедные Богатые При всей Моей Любви К ней Я Должен Сказать Что Эта Часть Мне Кажется Странной Потому Что Это На Границе Демагонии Где Провести Границу Между Бедными Богатыми Сама Она Была Из Безусловно Очень Богатой Семьи Да То есть Хотя Вы Читаете Ее Прозу И Там Описание Всех Эти Бедствий Гражданской Войны Но Ведь Это Бедствие Человека Который Привык К Очень Комфортабельной И Замечательной Жизни И Он Начинает Я сам Испытал Это Во время Начала Второй Мировой Войны Поэтому Я это Хорошо Знаю Это Действительно Катастрофа Для Молодого Человека Который Вырос В Очень Привилегированных Условиях Оказаться Вдруг В этом Общем Ужасе Очень Страшно Хорошо Она Это Описывает Но Когда Она Потом Начинает Развивать Эту Идею Как Некоторое Такое Основное Противопоставление Богатые Бедные При всей Моей Любви К двоичным Оппозициям Не могу Вот как-то Внутренне Войти В это Может Это Какой-то Мой Дефект Но Но Мне Это Не кажется Сильной Стороной У нее Вот В этот Период Мне Кажется Что Это Поэма Переживания Социального Падения Да И Лестница Вниз Это Лестница Ее Противопадения До Вот Этой Вот Ее Тема Богатая Это Поэма Чрезмерно Дидактична Именно В этой Чайне То Что Мифопоэтическое Вычленил И Вячеслав Севол Это Как бы Увело От Самой Поэмы То Это То Что На Стро Но Так Она Настолько Дидактична Даже По Сравнению С Красологом В Красолове Как-то Есть Темперамент Вот Дочь Ребенка Расти Внебрачном Сын Цыган Комсер Острови То есть Ну вот Какой-то Пары А здесь Она Мне кажется Настолько Выстроенной Дидактично Дидактично Антибуржуазно И Действительно Вот То Что И Говорит Вячеслав Севол Я Присмотрела Только Огновление Вы знаете Вашей Пники И Там Про Антитон Коммунальная Квартира Слово Говоря Она Описывает Коммунальную Квартиру В которой Она Оказалась Впервые В жизни Потому что Даже В Москве Во все Эти Революционные И так далее Она Не жила В Коммунальной Квартире А тут Она Оказалась В коммуналке Которую Она И Описывает И Описывает И Именно Необыкновенно Идеологично Правда Так Нет Да И Один Вопрос Когда Вы Говорили О Перьях Вы Учитывали ПЕРО Которым Пишут Не Учитывал Спасибо Все Таки Я не очень Понимаю С Парадным Черным Входом Вообще Насколько Я знаю Насколько Я видел Если Дом Имеет Черный Ход Это Очень Богатый Дом Черный Ход Был Специально Сделан Для Того Чтобы Нет 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 В России Черный Ход Существовал Только Для Кухар Для Обслуги Соответственно Паха Капусты Ну на самом деле Я бы Довольно Довольно Строились Доходные Средние Доходные Дома Чударя Который Начал Свою Жизнь В Коммуналке Доходные Дома Не Строились С Двумя Лестницами И Поэтому Легко Было Делить На Коммуналке И Поэтому Это Замечательное Замечание Булкакова Что Советское Время Через То Что Закрыли Парадные Ходы И Остались Но Во времена Это Действительно Так Это Было Богатые Потом Советское Время Они Стали Это Ощущение Что Про Советскую Власть Были В Париже Богатые И Благополучные В отличие От России Там Противопоставление Лестницы Мне Пахнут Как Усными Числями Это Нехорош Нет Простите Мне Кажется Если Мы Будем Решать Когда Она Понимала Богатство И Бедность То Тогда Очень Много Стоит Параллельных Вопросов А Как Она Понимала Ученость И Глупость Потому Что Есть Замечательное Стихотворение Полюбил Богатый Бедный Полюбил Ученый Блупый Полюбил Хороший Вредный Золотой Получку Медный Что Из Этого Вышло Печальный Итог Это Какие-то Крайние Полюсы Мы Не решим Этот вопрос В какой-то Социально-экономической Точке Зрения Но Совершенно Ясно Что Ненавижу Богатых И То Что Профит Джеральда Говорит Как Он Любит Крутиться Вокруг Богатых Тут То Богатство Которое Для нас Для всех Не Обладает Такой Большой Привлекательностью То Речь И Речь идет О Каком-то Бедный Ученый Глупый Ясно Что Между Ученностью Глупостью Очень Много Промежутков И Между Хорошестью И Вредностью Тоже Очень Много Промежутков Но Ее Интересуют Вот Эти Крат Всегда Отрицательное Отношение Богатых Да У нее Есть Что Она Любит Богатых Лебединой Старик Но Это Ненавижу Богатых Заявляем Ненавижу Богатых Значит Либо Богатые Ненавижу Не Жалую Потому Что Сихотворение Полюбил Богатый Бедный Богатый Это Как Расположительный А Хороший Бредный Богатый В хорошем Смысле Но Безусловно А Вася Хотел Спросить Относительно Мотива Вы говорили О мотиве Огня Как Вы Понимаете Мотив Потому Что Относительно Мотива Все Так В теории Литературы Большая Полемика И много Мотив Лексический Мотив Структурный Мотив Смысловой Мотив Сюжетный Мне показалось Что речь Идет О смысловом Мотиве Или Может быть Это Различие Несущественные Не знаю Просто Для меня Разница Между Мотивом Или Темой Это В духе Тема Это Что-то Объединяющее Совершенно Формалистская Позиция И Мотив Это Скорее Конкретизация Значит Огонь Может И темой И конкретным Мотивом Спасибо Веселовский Веселовский В эскизе Своей Сравнительной Поэтики Думал Что мотив Это Элементарный Элемент Это Использовал Проповедь Ворфологии Сказки Начинает Со ссылки На мотив Понимания Веселовского Есть Другие Понимания У Гаспарова Совсем Другие Ветели 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 Я бы Хотел спросить Как Гаспаров Много Выдумал Он Отказался От Нашего Структура Ветели Я на него Не Ссылаю Но Я Придержусь Этой Категаризации Умутился Упоминанием Гаспарова Ломка Ломка Гаспаров Выступил С разными Проклятиями Структурализма Которые Мне показались Неуместны Я Хотел бы Задать Немножко Другой Вопрос Мы Начали С Тем Образов На которых Цветаева Основ С Инструкцию Дом Есть Некоторое Стихотворение Бродского Называют Новая Жизнь Называется В которой Мне кажется Присутствуют Мотивы Которые Прямо Отсылают К этому Стихотворению Даже Представляют Некоторую Полевину Сним Вообще В русской Литературе Вещь Как Класс Это Не самый Частый Образ Но Бродский Обращается К этой Вещи И Говорит Всякая Вещь Уязвима Самая Мысль Увы О ней Легко Забывается Вещи Вообще Холоп И мысли Отсюда Их формы Взятые Из головы Их Привязанность К месту Качество Пенелопы То есть Потребность В будущем Утром Кричит Петух В новой Жизни В гостинице Ты Выходя Из ванны Кутаясь В простыню Выглядишь Как пастух Четвероногой Мебели Железной И Деревянной И это В общем Довольно Привое Противопоставление Образу Вещи Как оно Выступает Уцветаем Уцветаем В этом стихотворении Вещь И человек Это Два Противоположных Полюса Человек Удается Подчинить Себе Природу И превратить Ее В мир Вещей Но природа Может восстать Напротив У Бродского Вещь Это то Что Нуждается В человеке Для своей Самоидентификации Но превратившись В хозяина Или пастуха Вещей Человек Теряет Свою Собственную Идентификацию И стихотворение Заканчивается Словами Если же Кто-нибудь Спросит Кто ты Ответь Кто я Я никто Как улис Некогда Полифен И Новая жизнь Само название Стихотворения Может быть Хотя я на этом Не наставил Прямо Отсылает К Эмиграции То есть Здесь У нас Тоже Выступает Некоторая Отражение Столкновения С миром Новых вещей Которых не было В прежней жизни Может быть Стоит посмотреть Спрашивал ли кто-то Бродского На тему Взаимоотношений Между этим Стихотворением И Поймой Цветаевой Как сказать Он очень много Читал лекции Цветаевой И издавал Это Собрание Сочинений Поэтому В чем Можно не сомневаться Это в том Что он Очень хорошо Знал Ее тексты Которые Он очень любил Больше всех Собственно Поэтов 20 века Он Любил Цветаева Поэтому Какая-то связь Безусловно Была Я не знаю Насколько Была Полемическая Связь Это очень Сложный Вопрос Когда Это может быть Просто Многозначность Термина Вещь Понимать Так или Иначе Но Что это Как-то Связано Я думаю Это несомненно На самом деле Это вас Лучше всех Здесь спросить Для меня Какая-то вещь Это не самый Частый Образ В русской Поэзии То есть Как она Знаете Очень интересно То Что это Это основной Образ Для тех Поэтов Которые Любили Рильке А у Рильке Динг Который Переводится Вещь Это Собственно Основное Понятие Его поэтики Его поэзии И так далее Светаева Как и Пастернак Очень любил Рильке Много его читала По-немецки И Я думаю Что поэтому Для нее Как и для Пастернака Слово Вещи Очень много Значит А для Других Нет Я думаю Что это Точно Проблема Рильке Образ Для Бродского Нет Для Бродского Рильке Две Дорога Крики Лежит Через Цвета Безусловно Хотя Он Вы знаете Что он Считал Орофеем Ведико И Гермес Лучшим Текторинем 20 века Но Но Все-таки Конечно Для него Рильке Это Это Тот Кого Так Любил Цитаю Простите Вы имеете Ввиду Слово Вещи Нет Я имею Понятие Вещи Это Очень Часто Поэзия Мне кажется Одного Как и Врусской Литературе Очень Важно И Скажите Что вы Видите Да В том же Вы имеете Ввиду Нет Ну да Кознь Просто Ничего Не приходит Из 19 Века Имеет Ввиду Скажем Первое Что приходит В голову Это Стекларини Тарковского Где Вещи Так Это Просто Перечерление Вещей Но Слово Вещи Или Описание Предметов Это Очень Мне кажется Распространено Кстати Мне кажется Что Сама Цветаева Вещи Очень Любила Да Конечно Была Непривязана Ценила Я думаю Что нельзя Западать В автобиографичности Этого Тема Абсолютно Только Раздражение Что Гурнал Устерили Господь Меня Прости Мне кажется Вравата Татьяна Владимировна Потому Что Такое Экфосис Это Описание Какой Вещи В Античности Это был Просто Целый Жанр Экфосис Но Если Мы Действительно Поэзию То Любое Описание Описание Статуи Того же Пушкина Статуи Царско-сельского Что это Такое Это Вещи Нет Как мы Понимаем Тогда Вещи Вещи В Вагон Вещи Которой Стоит Категориальное Противопоставление Прежде всего Противоставление Человек А То есть Вещный Мир Мир Вещей И Мир Людей В этом Смысле Но Вместе Со Словом Вещи То есть Чтобы Было Слово И Часть Человеческого Бытия Татьяна Приходит Конегину И Осматривает Вот Этот Дом И Осматривает Эти Вещи Она Начинает Понимать Как Она Знакомится С Вещами То есть Вещи Это Сигнал Знак Конегина А Это Вещи Это Вещи Но Они Не Называются Вещами Нет Поэтическое Слово Нет У меня Интересовал Простой Момент Мне Хочется Понять Есть ли Прямая Связь Между Этим Стихотворением Светаевой Или Стихотворением Бродского Которое Я Говорю И Я Вижу Что Есть Нечто Общее Между Ними Это Прямая Отсылка К слову Вещи Как К Категории И Для Меня Это Не Однозначно Я Не Даю Ответа На Этот Вопрос Я Задаю Вопрос Я Я Употребление Слово Вещи В этом Категориальном Смысле Достаточным Основанием Для Того Чтобы Считать Что Два Поэтических Произведения Непосредственно Связаны Между Собой То есть Что Когда Бродский Писал Эти Строчки Он Думал Цветает Это Может Быть Улица Фонарь Аптека Это Вещи Или Нет Ваши Точеки Слово Вещи Или Понятие Это Разные Вещи Лексема Или И Другое Слово Без Понятия Для Меня Не Проходит Понятие Без Слова Для Меня Тоже Не Нужно Как Брать Словами Незаверные Засмысленные Я Не Нашел Как Это Показать Магнит Конечно Чтение Очень Ограниченное Но Конкретнее Обзятное Тут Магнит Мы Более Или Менее Исчерпали Наверное Терпение Докладчика Замучили Его вопросы Спасибо вам огромное Это было Всезвечайно Интересно Поскольку Мы Продолжим Нашу Тему Дом То Мы Будем Постоянно Думать О Вашей Книге О Вашей Работе И Приглашаем Вас Приезжать К нам Спасибо Большое Участвовать В наших Дальнейших Мероприятиях Спасибо Всем Присутствующим Мы На этом Кончаем До Конца Августа В конце Августа Мы Вам Сообщим Какие У нас Будут Следующие У нас 15 Конференции Августа 15 Сентября Спасибо